Всем привет! Всех обнял, приподнял, покружил! С вами Иллинойс и я начинаю прохождение трёх богатырей и шамаханской царицы. И ребят, если вам понравится видео и вы не подписаны на мой канал, то прошу вас подписаться на него. Вам это будет не сложно, а мне приятно. Ну, кто следит за моим каналом, то знают о том, что я прошёл три игры, которые отдельно шли по богатырям. Это Алёша Попович и Тугарин Змей, и Добрыня Никитич, и Змей Горыныч, и Илья Муромец, и Соловей Разбойник. Алёша Попович мне понравилась игра, прям реально круто, всё было сделано. Близко к мультфильму, но не хватило всё-таки размаху, мальца, потому что там небольшой пласт сюжета был потерян. Вот, Илья Муромец, мне не понравилась игра своими диалогами, попытка сделать богатыря на серьёзных щах. Не знаю, всё это как-то смотрелось со стороны не очень в мультфильме. Да и в мультфильме тоже самое, такая же трэшня была. И Добрыня Никитич, но там вообще была полнейшая каша. По ощущениям, что ты играешь в... Ну, Василий Иванович, там, Штерлиц, вот такая уже, там, Мишанина всякая такая. Не знаю, не знаю, у меня такое вот ощущение. Так, ну что, давайте посмотрим, что из себя три богатыря представляют. Поехали! Послание от князя. Государственные дела требуют твоего срочного вмешательства. Пропал Алёша. Повелеваю. Явиться во дворец для получения сверхсекретного задания. Извини за испорченный отпуск. Целую, князь. Прости, дорогая служба. Бедный гонец, конечно. Приветствую тебя, князь Киевский. Вот, бросил все свои подвиги ратные и явился к тебе. Рассказывай, чего там с Алёшкой? Пропал наш славный богатырь Алёша Попович. Я прям места себе не нахожу. Извёлся весь. Пропал наш Алёшенька. А жалование-то идёт. Вот, вечно он так. И где искать-то ведомо? Везде ищи. Только начни с дальней заставы. Отправился он туда, и ни ответа, ни привета. Почитай, смазки на цевестей не было. Отправляюсь немедленно. Только скажи сперва, княже, а что это у тебя в палатах за перестановки? И почему трон из-под полу вылезает? Так это система новомодная. Умный дворец. Инженерами немецкими изготовлена по последнему слову техники. Ух, и сложная машинерия. Сам до сих пор не разберусь, как она работает. Вот это меня и волнует. А ты за меня не волнуйся, ты Алёшу ищи. А я к делам государственным возвращаюсь. Всё сам, вот этими руками. Эх, не ценят меня. Не понял. Что за напасть? Эй, князь! Князь! У тебя тут решётка закрылась! Не слышит. Так, мне кажется, или как-то тиховато... По голосам. Так, и субтитры надо показывать. Хотя можно даже вот прям... Так вот, пускай. Чуть пошумнее всё будет. А, и там ещё по музыке что-то как-то... Или подожди. Или это считается вот это нормальным... А это прям... Ну, они прям тихо как-то говорят. Давай вот так вот сделаем, чтобы... Ну, не совсем в крик. А так вот. С подвыванием небольшим. Во, вот так пойдёт. Так, надо нам сейчас с вами выбираться из... А это ещё чего за штуковина непонятная? Ух, не доведут до добра все эти придумки новомодные. Нам надо выбираться из... Палат княжьих. Можно как пепельницу использовать. Или урну. Ишь, как продумали всё инженеры иноземные. Так. Погнали сюда. Что, взяли? Инструкция. Инструкция, да? Почитаем. Дэр Гроссэфер Гнюген. Я, я. Дасты ист фантастич. Тьфу ты. Язык сломать можно. Да и слова срамные какие-то. Хорошо, хоть картинки есть. Слышь. Какой Дасты ист фантастич? Тут вообще... Так такого нет. Ты-то, по-моему, знаешь, немецкого документального кино пересмотрел. Ха-ха. Ну чё? Ха-ха. Тут нет этого? Дасты ист я, я. Дасты ист фантастич. Где тут? Дасты ист фантастич-то? Так. Один хлопок. Не по... Ну давай, четыре там. Попробуем похлопать, да, как-нибудь. Печка-то совсем никудышная. Горшка с кашей и того не поместится. Так. Не, кочергу брать не буду. А то замучают потом. Зачем кочергу погнул? Зачем погнул? Угу. Окей, окей. Так. В таком виде можно как пепель... Угу. Понятно. Так. Нам надо как-то выйти, да? Ну пошли сюда. Да где ж это видано, что псилушка богатырская перед иноземной машинерией пасовала. Эх... Видать, старею. Так. А, хлоп... Подожди. А... Вон как все сделано. Так, понятно. Жаль, что пустой. Уж я бы с князем по душам потолковал. Так и знал, что из этого ничего не выйдет. Угу. Ух ты! Красота-то какая! И мечка сама зажигается. Неплохо устроился князь. Хм. Музыка есть, а музыкантов не видать. В стены их что ли замуровали? Тьфу! Бесовские штуки. А это еще чего за штуки? Так, я не понял. У нас вовесть сделана. Ум басурмани. Так. Подожди. Камин, мюзик, музыка. Так. Че-то не пойму я. Ох, хорошо. Хотя лучше бы князь сюда квас подвел. Ну или пиво. Да. Пиво даже лучше было бы. Да, я смотрю, это вообще не богатыри, просто какие-то алк... Алкозельцеры какие-то, алканавты. Ха-ха-ха. Вам бы только бы в пивнушке потусовать бы. Так, подожди, а че делать-то? Куда бы ее вставить? Как придумаю, сразу возьму. Ага. Куда бы ее вставить? Куда бы, куда бы вставить, пока что непонятно. Так, ну давай хлопать. И чего? А, камин, да? Печка-то совсем никудышная. Горшка... Подожди. Нет. Нет, да? Не пойдет. Фу, так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Что, где можно еще тут нажать, где... Так, давай-ка... А, погодь. Может быть, куда-нибудь сюда можно вставить? Куда бы ее вставить? Может быть, где-нибудь здесь что-нибудь нажимается? Что-то я неправильно делаю. И кошмар какой-то вообще. Ээээ... Ммм... Он опять сейчас будет этот... Ээээ... Эээ... Эээ... Ээээ... 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 Подожди. Да, так. Ээээ... 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 Уф-уф-уф-уф-уфу... Да, похлопаем. пошла музыка да музыка отключилась а это еще чего за штуку так подожди оси такая идея а ты сюда не а ты не может достать до в таком виде да где же это видано в каком-то определенном порядке что ли надо подожди где-то может быть подсказка есть что как хлопать то как как отсюда выйдет а печка то совсем никудышная горшка куда не куда бы ее вставить придумаю так вставлю так даже подсказка а Продолжение следует... 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 Непорядок это, когда портреты руководителей государства в грязном виде пребывают Ну, по три Странный какой портрет Чем-нибудь по три его и все Странный какой портрет Хорошо Хорошо, так, смотрим внимательно, осматриваем все досконально Так, рубашка висит Рубашка Алешкина вроде Интересно, зачем он ее тут оставил Так Рубашку взяли, давай-ка Так и знал, что из этого ничего не выйдет Да понятно, что ничего не выйдет Давай с ним еще, может, пообщаемся Но где карта-то? Идеи есть? Нету Вот ни единой нет Хорошо Давай-ка попробуем рубашечкой потереть здесь Не годится такая уборка Сухой тряпкой разве пыль соберешь? Ага Понятно Сейчас пойдем, значит, мы эту рубашенцию в колодце намочим Так, ну, вроде бы все, я осмотрел внимательно Так, погнали сюда Вот и отлично Через минуту у нас будет абсолютно мокрая рубаха Хорошо Давай-давай Прачка на стероидах Так Давай, отлично Шикарно Значит, идем сюда И идем к князю Ну, то есть, портрет князя Протрем Ха Честная Да вот же она, карта Ну и хитер, Алешка А с виду и не подумаешь Угу Хорошо Так, давай пообщаемся с ним Может быть, что-нибудь толпу Так и знал, что из этого ничего не выйдет Так Да что это со мной? Я вроде к глупостям не склонен Так и знал, что... Окей Так, ну, вроде бы здесь все, да Мы осмотрели, посмотрели Погнали тогда На улицу Может, еще где-то что-то глянуть? Нет, чшш Да не, вроде бы все Поехали Сюда Теперь В смысле? А куда карта делась-то? Э! Куда кар... Ты что, съел карту, что ли? Куда ты карту делал-то? Добрыня Куда карта делась-то? Какая красавчик вообще Нет Так у меня ничего не получится Ничего не получится Хорошо Ничего так ничего Может сюда? Рубашку Да что это со мной? Да ужас Вообще просто кошмар С тобой вообще просто мрак какой-то творится Прямо все очень просто Нет Да-да-да Вообще просто Ты ходишь тут по этим районам И тебя спрашивают Да что ж такое? Да что с тобой творится-то? Да что это со мной? Да ужас Вообще просто Пошли Ну что ж Дорога прямая Рубашка Рубашка не нужна была никуда Одна Знай себе шагай Не заблудишься Окей Так Может Так Цветочки 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 надо взять Наверное Вяленькие какие-то цветочки И бутоны закрыты Так Ишь какие Маленькие За себя постоять могут Пойдем сюда Сходим Грязновато водиться Если из такой лужи попить Козленочком конечно не станешь А вот ослом С дизентерией Запросто Понятно Понятно Так Значит Куда? Ну Нам идти дальше Я точно здесь все Смотрел Все что надо Перетыкал Ну Вроде бы Да Значит Можем пойти туда Можем пойти сюда А еще На ствол нажать Здесь Опа И чего? Гляди ты Дятел Дрессированный что ли? Угу А теперь давай-ка попробуем сюда призвать дятел Нет дятел сюда не придет? Не прилетит? Нет Да Окей Вишь Давай Давай Все Сюда можно нажать Угу Поехали То есть пошли Ну куда я пойду? Надо сначала В обстановке Разобраться Ладно Погнали тогда сюда Ребят Тут такое дело Когда я стал переходить на следующий экран У меня игра крашнулась Я такой Ладно Хорошо У меня такое уже было С играми про богатырей Ну там я игру перезапускал Доходил до момента И все шло Отлично Опять я Дошел до этого леса Начал переходить На следующий экран Опять игра крашится Я такой Не понял Что за дела На этом все Прохождение мое закончилось Такой быстрый Спидран Пошел я в интернет Посмотреть У многих такая проблема Кто-то там Решил на версию игры Ну там сразу же Опровергали это Потому что Человек там устанавливал Там несколько версий Там три или четыре Различные Все равно игра крашилась Потом были предположения Что винда Десятая Там 64-разрядная Она Много различных Там идей было И я решил Что ладно Воспользуюсь я Сейвкой Там Как раз Спасибо большое Кто Эти сейвки Выложил А Тот экран На который Должен был я попасть Я вырежу Просто Из Другого прохождения На ютубе Скачаю Этот момент Подрежу Вставлю к себе Видео Я думаю Нормально будет Я там глянул Там На том экране Там Всего одно действие Даже два действия Это взять фляжку И Убрать Лежащее Перед тобой Дерево Ну все Это вы увидите Ну и мрачный же Здесь лес Одна сырость Да комары Ну уж нет Потом руки Гореть Да чесаться Станут Хм Кто это здесь Флягами Почти новыми Разбрасывался Уж не Алешка ли Надо будет Спросить Так Окей Ну все У меня есть тут Фляга Давайте Подумаем Куда ее Можно здесь Применить Так У нас здесь Это Улей Сюда А он сюда Пойдет Не Ну куда я И не идет А еще тут была проблема С сейфками Я не Я не мог Я не мог Я не мог Делать Сохранение В игре Оказывается Надо было Зайти В мои документы Прописать Ну создать папку 1с Потом В ней создать папку Три богатыря И потом в этой папке Еще создать Сейф games Так Так Да Я неправильно Да ужас Какой-то Вообще Кошмар Какой-то Творишь А Да что это Самое Есть предположение Что Может быть сюда И у вас Использовать В воду Ну когда Попробуем Уже цветочки У нас есть Смотри ты Красота То Какая А уж Пахнут Окей Пошли тогда Это дело Попробуем Его Спокойно Взять Можно Так И мы Забрали с вами Пчелиное Гнездо Шикарно Просто шикарно Красавчик А пчелам Куда деваться Теперь Они не могут же Вечно на этих цветах Тусовать Им же как-то Надо как-то Домой вернуться Мед делать Вот Вот Молодец Так Подожди А может быть Это дело Приделать сюда Так и знал Что из этого Ничего не выйдет Из этого Ничего не выйдет Да Да На всякий случай В воду наберем Из лужи Наберу водицы Вот так Да что это со мной Может быть Так и знал Нет Это у тебя Из этого ничего не выйдет Хорошо Так Ну значит Пошли сюда Ну куда я пойду Надо сначала В обстановке Разобраться Так Ну что Давайте смотреть Пчелиное гнездо Куда его можно приделать Может быть Вот чем тебе Не рок Сигнальный Ну-ка Попробуем А Чего Заблукал герой в лесу Приходи ко мне Спаси А голос-то совсем рядом Видать Есть тут где-то Тропинка Потаенная Ну-ка Осмотрюсь еще раз Да вот же она И как я раньше Не приметил Эх Я бы с собой В разведку Не пошел Вот черт Кафтан порвал Заблукал герой в лесу Заблукал герой в лесу Чудеса да и только Что этакие хоромы Посреди дремучего леса делают Тем более что лес-то Заповедный Заблукал герой в лесу Заблукал герой в лесу Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Ты чай с ужином ждёшь? Не видала, не проходил ли кто мимо? Тебя, Батыр, жду. Что ты всё в окошко-то говоришь? Зайди, я тебя напою, накормлю, в баньке пропарю, финской. Да некогда мне, девица, друга пропавшего ещё, богатыря русского Алёшу Поповича. Плохо ты воспитан, Батыр. Ты сперва даму беседы развлеки, бокал вина с дороги выпей, а уж потом о деле спрашивай. Тем более не с девкой базарной говоришь, с царевной. Ух ты, настоящая царевна. А какого роду племени будешь? Ты, светочей моих, не из милиции, случайно? Не из милиции. Может, ваши грамоты пограничные показать? А может, ты меня обыскать хочешь? Конечно, хочу. Не надо. Так, не хочу. Эй, оу, оу, оу. Ты там, это... Давай, это, иди, давай её party sustain, а то, смотрю, слишком увлекаешься немецкой... ээээ... нем... немецким документальным кинематографом. Давай, тут сама эта... царица приглашает... Давай-ка, пообыщи меня. Не хочешь ли? Так, ну что, а куда она двигаться? Туда можем пойти, либо сюда. Ну давай зайдем к ней. Заперта. Ну правильно. Меня пока войти не приглашали. Ну ладно. Погнали тогда сюда. Пожалуй, как-нибудь попозже. В смысле, а там о чем была речь вообще? Я что-то как-то... А почему я не могу на нее нажать уже? Ну-ка. Ну, не пьянство ради, а общение для. Ага. О! Это что такое-то? Это чего большое такое все стало? Ты чем меня опоила, ведьма? О, всего лишь небольшое средство для уменьшения, как это по-русски, богатырского достоинства. Похоже, настало время для тактического отступления. Э, нет. Никуда ты не побежишь. Княжеский гонец с посланием от князя. Опа. Это что такое-то? Послание от князя. Государственные дела требуют твоего срочного вмешательства. Пропал Алеша. Повелеваю. Явиться во дворец для получения сверхсекретного задания. Извини за испорченный отпуск. Целую, князь. Хм. Ну что, поехали? Илья Иваныч! Ты это... Помоги, а? Да. Пока он так вверх-вниз болтаться будет, разговора у нас не получится. Ха, бедный князь. Ха, это у тебя там, это аттракционы. Так, а что-то надо сделать-то. Давай-ка попробуем князя подловить. В этот момент. Вот здесь бы просунуть чего-нибудь не крепче. А вот и остановится машинка адская. Так, давай-ка. Хорошая кочерга никогда в хозяйстве не помешает. Так, сейчас кочергой тут это... Князя притормозим. Да чего ты? Ага. Все, отлично. Ну, рассказывай, княжа. Ой, беда, беда, Илюша. Пропал наш могучий богатырь, Алеша Попович. Алешка? Так молод он, горяч. Пошел, небось, искать приключений на свою... Гоу. Думаю, вернется сам скоро, о своих приключениях расскажет. То-то и оно, что ни один пропал. Послал я Добрыну Никитича Алешу искать. Так и Никитич пропал. Как в воду канул. А вот это уже серьезно. Живо говори, где искать их. Так на дальней составе. Туда оба и направились. Немедленно еду. Ты, Илюша, когда уходить будешь, кочергу-то вытащи. Только поосторожнее. Так, кочергу, да? Ну, давай, вытащим кочергу. Не, не вытаскивается. Это что ж с твоим троном творится, княжи? Заколдовал кто? Ох, и темные у меня богатыри. Надо идти в ногу с этим техническим прогрессом. Это ж механическое приспособление называется. Хлопнул раз в ладоши, на троне вниз уехал. Хлопнул два, вверх поднялся. А зачем это тебе, надобно, княже? Зачем, зачем? Надо и все. Для престижа. Ну все, отправляйся в путь. А я тоже поеду. Да как ты поедешь? Ты катаешься туда-сюда. Эй, князь. Что-то с твоей механикой неладное творится. Ты решетку-то открой. Капец так. Чего только люди не навыдумывают, чтоб потом продать по дороге. Подожди, а интересно, а откуда ты знаешь вообще про хлопки? А у князя мы послушали, да? А, это вода у нас. Ясно? Хорошо. Но лучше бы квас у студеного. А еще лучше пиво. Вообще-то, три алкаря надо называть, а не богатыря. Три алкаря и шамаханская царица. У них что, не игра-то? У них там постоянно там пиво, бухло, бухло, пиво там. Мы с Алешей бухали там. Вообще кошмар какой-то. На пиве, конечно, они взрослись. Вон какие, огромные. Ребята. Так, ладно. Может быть, он решетку сломает? Не получается. Нет. Я так скорее дворец с корнем вырву. Лучше тут без нужды ничего не трогать. Не доверяю я этой механике новомодной. Подожди, вопрос такой. А куда кочерка делась? Гляди-ка. Работает механика эта заморская. А, ну, значит, нам сюда, на трон, да? Да ну... Чё за игра такая кривая? Всё зависает, тормозит и всё такое. Всё, и теперь здесь у нас ловится баг. Шикарно просто. Просто шикарно. Да, тут... Не с игрой ты мучишься, мучиться будешь. Там, разгадывать различные головоломки и задачи. А вот именно сидеть и постоянно вылавливать... То есть, постоянно вылавливать и бороться с этими багами. Капец. Ну и чё ты там встал? Наполовину богатырь. Ладно, сейчас перезапускаю и продолжаем дальше. Так, отлично. Всё, я уехал. За князем. Надо сделать сохранение. Но потом мне всё равно это сохранение придётся... Ну... Мне оно больше не понадобится. Потому что мне придётся опять... Пользоваться сохранением из интернета. Так как сейчас мы попадём в тот же лес, где у нас был Добрыня. И там такая же будет проблема. Вот такие вот дела. Так, здесь я вижу ведро, кстати. Нормальное ведро. Без дыр. Чего зря в подвале пылиться? Так, ведро мы будем применять в полотце, да? Ежели для дела не пригодится, так князя по маковке огрею, чтоб впредь не таким любителем техники был. Чё-то у князя тут вообще, да, какие-то приспособления, там, БДСМ. Я чё-то смотрю, прям любитель, да, он этого всего. Сдаётся мне, эти штуковины всей механикой этой и управляют. Вот только как? Толковая гиря, увесистая. Угу. Хорошо. Князь, давай пообщаемся. Совсем со своей механикой одурел, что ли? Ну-ка, немедленно открой решётку, или я за себя не отвечаю. Ты, во-первых, не груби князю-то, а во-вторых, не открывается она. Опять заклинило что-то. Сколько ни хлопай. Может, надо погромче хлопнуть? Например, кулаком? Да кому-нибудь по уху. Не надо так нервничать. Илья Иванович, я уверен, выход найдётся. Угу. Хорошо. Так, ну, гирю, наверное, надо... Дань, сюда подвесить. Нет? Облава. Тоже подвешивается, что ли? Думать сперва надо. Ага. Ну, поехали, подожди. Видать, не так чего-то сделал. Придётся с изного думать. Поехали. Будем думать. Так, ну, булава, наверное, тоже должна быть подвешена. Я так предполагаю. Видать, не так чего-то сделал. Придётся с изного думать. Ерунда какая-то получается. Вроде правильно. Груза маловато. Груза маловато, да? Так, подожди, а... Там маловато груза. Может быть, балаву всё-таки закинуть сюда как-нибудь, не? Думать сперва надо бы. Он сказал, что правильно. Нет, это совсем неправильно. Подожди. Не, не то всё. Зачем? Он там сказал, что... Момент такой. А может быть, ведро... Может, ведро наполнить водой? Водиться наберу. А то с пустым ведром ходить... Примета плохая. А, я думал... Нам... Для колодца это ведро. Где мы рубашку? Алёшу настирали. Так, ну, значит... Он сказал, что правильно. Но не хватает веса. Значит, делаем... Сюда. Это дело проделаем сюда. Ну а, ежели вот этак попробуем? Опа. Опа. Что-то там получилось вроде бы, да? Нифига не получилось. Ну, это уже что-то. Ещё немного поднатужиться осталось. Ага. Поднатужиться, поднатужиться. Главное, не перенатужиться. Вот и всё. Что можно тут? Так, подожди, а может быть... Думать сперва надо. Да ладно, думаем, думаем. Хорошо, думаю. Что ты начинаешь-то? Или подожди. Ну, это уже что-то. Ну, понятно, подожди, а... Ещё немного поднатужиться осталось. Ну давай, поднатужимся. Ты смотри, тут сильно не натужься. А то обделаться можешь. Перед князем как-то неудобно будет. Вот вышло чего-то. А чего не ясно пока. Так, хорошо. Сейчас разберёмся. О! Красота. Одолел я механику эту заумную. Будет знать, как с богатырём русским связываться. Да какой богатырь, алкоголик ты. Путь мой теперь лежит на дальнюю заставу. Как пиво нажрётесь, так всё, начинается там. Ой, богатырь, я там то, сё. И прибыл я на заставу дальнюю. Где ж вас тут искать, други мои, богатыри русские? Вот тена. Хорошая сена. Ааа, свежая. Вот сыщу друзей непременно поспать, завалюсь. Ерунда какая-то получается. Ну да, есть такое. Подожди, вы хотите сказать, что у меня опять рубашку надо стирать будет сейчас? Коль цепь в колодце без ведра увидишь, жди неприятностей. Эх, а может пронесёт? Не понял. Угу. И вон как. А тот, главное, не мог, да, никак вот это сделать? Починить. Чё-то возмущался что-то. Только расспросим писаря. А вось знает что. А то возмущался там. Я чё-то там это... Я на кого-то там похож или чё-то там такое было. Славный богатырь Илья Муромец. Да что ж творится-то, прям парад богатырский какой. А не видал ли ты здесь служивые братьев моих названных? Алёшу Поповича, да Добрыню Никитича. Видел, у всех видел. Алёша Попович Тугарина воевать поскакал. Местоположение своё на секретной карте отметил. Добрыня Никитич ту карту нашёл и за ним отправился. Куда мне неведомо. А где сейчас карта? Добрыня Никитич её по новой перепрятал. Потому как сведения у ней секретные хранятся обо всех заставах пограничных. Да ни к чему мне рубаха мокрая. И размер явно не мой. Так я её не возвращал, эту рубаху. Какого лешего она здесь опять находится? Так, может быть, карта, карта, карта. Ну он выходил, Добрыня, с картой. Кстати. Какого пупа? Ты о чём? У тебя суповая тарелка на голове. А у него этот, знаете, кто? Лейка вот эта, не лейка. Как же она называется? О, воронка, воронка. Которую вставляют там в бутылки, чтобы вода не точненько лилась. Вообще дичь какая-то. Да пупка. Да какого? Богатыри ты вы, богатыри. У вас плечи огромные. Голова маленькая. Капец какой-то. Так. Окей. Так, а куда ты мог... Куда он мог запрятать-то эту карту-то? Давай посмотрим здесь. Мы осмотримся. Может на голове у него там, в этой... Ерунде запрятана, в трубочку свёрнутая. Да не, ну на улице, наверное, он где-то запрятал её. Башня на улице своём. Да пупа. Мне тоже вот это, не знаю, мне не очень нравится. Вот это вот, знаешь, такое прям... Богатыри, богатыри, мы такие все из себя в окаке. Ты посмотри, там до пупа будет там это... Шлем, там всё такое. Да, нет тут карты. А жаль. Не, не пойду. Примета такая народная. Ежели с дороги дальней сразу в сортир зайти, быть вечером ливню. А нам ливень без надобности. Нету ничего. Так я и знал. Опа. Вот она. Карта секретная. Ну, добрыня. Ну, хитрец. Хорошо. Всё, да. Можем отсюда уходить. Ну, вот теперь и в путь, далёкий да трудный отправляться можно. Так. Это пятка у меня левая чешется. Ой, будут в дороге хлопоты. Верная примета. Угу. Совсем цветочки захерили. Полить бы. Флягу бросил кто-то. Али потерял. Ну, возьму. А ежели владелец объявится, верну. Может быть. На всякий случай, однако, хоть такой воды наберу. Так. Сейчас момент. Сделаем так. Сохранимся. А вот, кстати, это. Кусок. Рубахи. Добрыни. Висит. Польём. Бедные пчёлы Не дают им богатыри покоя Вот это другое дело А-а-а Ха-ха-ха А, тху Сгинь Сгинь, окаянная Вот злые какие Хуже тугарцев Так, ну давай наберём всё равно флягу Сегодня в голову Ничего путного не приходит В смысле? Нет Это совсем неправильно А-а-а Ерунда какая-то получается Да кошмар, пойдём этого дятла попробуем Поймать Жаль, дятел улетел Вот было бы в этом дереве подходящее дупло Можно было бы этих пчёл неправильных В него переманить Угу Ладно Так А это у нас чего? Так это ж От добрыниной рубахи Лоскуток Ну точно Даже одеколоном его любимым пахнет Русский лес Он его каждый день пьёт Ха-ха-ха Вот с этим я бы повременил немного Ну окей Так, ну Надо идти дальше Но тут игра крашится Поэтому сейчас я сейфки накачу Взятые с интернета Но уже в следующей серии мы с вами Двинемся дальше И Как и в этой серии В следующей сделаю такую же Подрезку Того экрана Который у меня не подгружается Вот Ребят, и если вам понравится видео И вы не подписаны на мой канал То прошу вас подписаться Не, подожди Если вам понравилось видео То подписывайтесь на канал Пишите ваши комментарии Ставьте лайки С вами был Иллинойс И Трибактериам С Шамаханской царицей Всё, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok